всем всем здравствуйте меня зовут татьяна и я рада приветствовать всем заглянул сегодня ко мне в гости сегодня видео хочу вам рассказать о своих планах на ближайшие выходные так случилось что конец февраля подарил нам целых 4 выходные дня а у меня есть возможность в эти дни больше времени посвятить вязанию и сегодня я хочу вам показать и рассказать что же я делала в эти выходные дни а еще хочу дополнить в моем youtube канале с 15 марта будет проходить совместный проект который называется весеннее пробуждение я уже объявляла о приглашении и хочу дополнить что ограничений по участникам в проекте не будет то есть если вы из какой-либо другой страны хотите принять участие я буду только рада у нас есть спонсор который отправит подарок в любую страну поэтому всех я вас жду вас время еще есть до 10 марта все условия в предыдущем видео ссылочку на это видео я оставлю в описании этому видео под видео в описании проходите смотрите ну а сейчас мы будем с вами смотреть что я буду вязать какие у меня вязальные планы на эти длинные выходные мне позвонила моя заказчица давняя и просила связать детский комплект комбинезон и нетки и шапку я уже давно не вижу на заказ но как-то я и много всего вязала и тут она вспомнила про меня и очень просила связать ну что ж ладно решила я выбрала цвет значит заказчица непосредственно той который для которой будет вязаться этот комплект для чьей малышки основной цвет белый и в дополнение взяли цвет такой вот интересный он бежевый но он такой интересный бежевый цвет ближе к пудровому это пряжа merino gold 200 когда-то вот именно когда я вязала на заказ детские комбинезоны и я этой пряжи купила очень много у меня она была в разных цветах пряжа хорошая турецкая мадам трикоте в 100 граммах здесь 200 метров 49 процентов шерсть и 51 процент акрил цвет этот 100 видимо цвет прямо белый белый цвет хорошая пряжа причем вот я вязала у меня много было разных оттенков и мне попадалось она разная по толщине хорошая пряжа у меня из этой пряжи связано пальто мятного цвета и еще несколько моточков вот осталось это пряжа ализе кашмира у меня оставался один моток когда-то я с этой пряжей много работала она мне было и однотонная и с переходами пряжа очень хорошая это стопроцентная шерсть причем она настолько эластичная резинки так хорошо держат араны у меня было также связано туника такого красивого розово-сиреневого цвета вязала я ее когда дочка была беременна и надевала эту тунику вообще теплая теплая пряжа и она абсолютно не колючая и такой цвет интересный бежевый цвет бежевый но такой вот бежево-пудровый что ли так сказать это пряжа пойдет на отделку манжеты и ушки и поэтому мне хочется максимально быстро связать этот заказ вообще когда мне поступает заказ мне хочется побыстрее связать чтобы знаете вот эти вот обязательства себя сложить не люблю тянуть и когда мне заказывает я стараюсь сделать быстрее тем более если мне будет возможность за эти выходные все это сделать топче будет замечательно хотя меня не торопит мне сказали что выписка в мае я бы конечно не стала настолько месяцев растягивать этот заказ это первое что я буду вязать и второе значит я говорил о том что буду вязать жилет маме когда я покупаю пряжу или мне приходит пряжа от моих подружек она у меня лежит близко перед моими глазами чтобы я могла насладиться этими моточками цветом а иногда я пряжу не убираю потому что планирую из нее что-то в ближайшее время вязать эту пряжу мне присылала ирина на день рождения одной так скажем из пряж который мне прислала ирина бывает здесь такой интересный цвет бордо я бы сказала назвала бордовый цвет насыщенный моя мама очень любит подобные цвета и вот она на этот моток все смотрела смотрела она его и трогала спрашивала меня что это такое что я хотела бы что я буду из этого вязать я говорю мам тебе нравится она да очень нравится давай тебе свяжу жилет у нее так заблестели глаза она мне сразу сказал на пуговицах я верю с разрезами можно с разрезами и что было ажурный я хорошо еще мне ира присылала вот это шотландская шерсть стопроцентная и и меринос похожий цвет но он немножечко так скажем знаете в коричневину что ли отдает то есть вот этот насыщенный бордо в этот немножечко отличается цвет у меня там тоненькая тоненькая ниточка на конусе было и я ее перемотала в 2 но наверное 1500 метров 100 граммах и вот взвесила я значит этот моток здесь 187 граммов здесь у меня 70 граммов 67 по моему что то так то есть если вместе я хотела сочетать эту нитку я все очень долго думала потому что здесь маленький моточек но думаю метра что здесь большой и в принципе должно как бы нормально хватить у меня там еще есть на конусе в одну ниточку если вдруг думаю не будет хватать на полочке то в одну нитку тогда добавлю пока такие мысли думаю если из одной этой пряжи не знаю решила я все-таки совмещать рискнуть так скажем да и что я буду делать я абсолютно не знаю как будет расходоваться данная пряжа просто не знаю поэтому буду вязать и взвешивать то есть свяжу спинку он не будет длинный потому что ну соответственно здесь пряжа и у меня вообще ничего нет даже близко чтобы сочетать эту пряжу то есть у меня вообще такого цвета ничего нету в таких оттенках но и честно сказать мне бы не хотелось что-либо еще добавлять какого-то иного цвета мне хочется именно этого и в зависимости от того как я буду видеть как будет идти метраж поэтому я уже тогда наверняка скажу состоится состоится данная работа или нет но мне бы хотела чтобы стоялась у меня у мама сорок восьмой размер вот поэтому я хочу начать связать спинку и уже тогда посмотреть что будет по расходу в принципе может быть и хватит если будет что-то еще появляться еще дополнительно я конечно же вам обязательно покажу если я вдруг буду вязать что-то еще пока вот такие вот планы первое за что я взялась вязать это детский комплект я его связал и не знаю девочки у вас бывает такое или нет когда вам вдруг не спится вот и у меня такое случилось вдруг и не спится ну и мне хотелось побыстрее связать так мне понравился ну это всем известный комбинезон мишка здесь вот ушки такие прелесть такая вообще беленький и здесь отделка вот такая вот пудрово-бежевая я бы сказала значит комбинезон чик связан потом я связала такие ой боже мой это вот просто такие милашные тапа тушечки самая первая обувь для малыша такие тапа тушечки тоже украшенные в с цветом сочетание с комбинезон чикам и шапочка шапочка гномик этих шапочек я сначала честно вам скажу когда они стали появляться я вообще не понимала что за прикол такой шапка гномик но смотрю они пользуются очень большой популярностью попросили именно эту шапочку все свои обязательства я выполнила и теперь могу заниматься своими делами второе я говорила что буду для мамы вязать жилет значит это шотландская шерсть стопроцентная и мне уже удалось достаточно хорошо продвинуться конечно я еще буду вязать просто снимаем видео пока светло так значит цвет конечно камера немножко затемняет он такой вот цвет бордо цвет бордо мама хотела жилет хочет жилет чтобы он был такой вот знаете с ажуром у меня мама умеет вязать но как она мне говорит то что вяжешь ты это вообще для меня и своей маме я честно вам скажу кроме следочков что-то такое мелкое я ей и никогда не вязала потому что сама вяжешь свяжешь себе то что тебе хочется ну а тут вот она попросила тем более у моей мамы нет возможности и она вообще не знает что такое итальянской бобинная пряжа что это за пряжа такая в общем пряжу такую скажем дорогую то есть она вообще об этой пряжи ничего не знает значит я наблюдаю за тем как у меня расходуется пряжа спицы я взяла четыре с половиной здесь да вот можно видеть мою руку на просвет полотно легкая но а это пряжа после стирки очень хорошо раскрывается мне ирина образец показывала то есть после стирки будет выглядеть совсем иначе также я сюда добавляю ниточку мериноса все хорошо я думаю еще рискнуть не рискнуть но я думаю те же полторы тысячи метров а может быть даже и тоньше мне кажется наверное даже и тоньше 2 ниточки то почему мне не хватит хватит и это пряжа вообще никак не отражается на цвете основном то есть и и даже в полотне дни как никак абсолютно не видно может быть после стирки каким-то образом конечно раскроется на цвет не совсем передает какой-то такой рыжий больше нет он прям бордо бордо цвет такого знаете красного вина темный такой цвет так значит решила я пустить ажурные ромбы это вот такие вот ажурные ромбы у меня будет по спинке два ромба жилет не будет очень длинным если конечно была возможность и хватало бы пряжи я связала бы подлиньше но здесь чтобы прикрывала хотя бы то что нужно прикрывать то есть не короткий что было жилет поэтому для себя я решила что мне нужно очень люблю почему узоры потому что очень хорошо считать рапорта значит мне нужно еще один рапорт связать этого ромба и дальше я буду уже проймы вывязывать вот ну все должно все нормально все должно хватить прям вообще полотно такое невесомое что хочу сказать о пряжи суховато я вообще первый раз работаю с шотландской шерстью спасибо и ручки которые дает мне возможность узнать новые виды новые артикулы она суховатая есть такой момент но вы знаете вообще достаточно часто пряжа бобинная она обработанная и еще возможно вот это вот какая-то жесткость нитки суховатость чувствуется из-за пропитки поэтому вот в полуфабрикатах я никогда это не обращаю внимание то есть самое главное как поведет после стирки не колется я не чувствую никакой колкости но теплая вот тонкая на теплая вяжь прямо это чувствуется ощущается что пряжи то очень тепленькая поэтому мне очень хочется связать этот жилет к 8 марта но моя мама в начале апреля тоже день рождения как бы и в этом случае тоже подойдет но мне бы хотелось связать пораньше в качестве подарка к 8 марта вот такие вот мои сейчас процессы пока я сейчас еще пойду вязать и мне хотелось бы конечно за воскресенье спинку этого жилета вывязать в эти выходные мне удалось очень хорошо поработать вы знаете я скажу что я отношусь к той категории людей у которых очень завышено чувство ответственности и когда мне приходит заказ я сейчас вообще стараюсь конечно на заказ не вязать потому что мне хочется вязать для себя для своей семьи и то что я хочу но когда приходит такая просьба я стараюсь сделать это все побыстрее чтобы меня это не тяготило и не отвлекало работа выполнена я могу смело заниматься своими другими работами у меня есть еще в планах начать несколько работ но об этом я вам расскажу своих других видео благодарю всех кто был со мной благодарю вас за ваши комментарии не всегда приятно их читать но я с вами прощаюсь совсем ненадолго до новых встреч пока пока